Я тогда даже не подозревала, что я сломала позвоночник. Ты задавал себе вот эти вот вопросы. За что? Почему я? Вот радуйся, что ты сидишь вообще в коляске. Весь твой удел. Он захотел с тобой расстаться. Я считаю, что это было предательство. Мужчины любят глазами. Мужчины же любят, чтобы женщина рядом с ним была красивая, статная, длинноногая. Когда в первый раз мы поехали на экскурсию, а затем и в ночной клуб на танцы, я поняла, что жизнь-то есть. Он высокий, он худой. Собственно, как я все и люблю. Тут наши вкусы совпадают. Я очень хотела ребенка. Мы не сказали нашим зрителям, что Костя тоже на коляске. Не надо меня жалеть. Я была очень рада, что он делает. Да, класс. Всем привет. Меня зовут Ольга Чебыкина. И вы на канале «Непринято обсуждать». «Непринято обсуждать» — это интервью для тех, кто соскучился по искренности. Сегодня у нас звенящая такая история. Моя героиня Юлия Поморцева. Семь лет назад она сломала позвоночник. В одном из своих постов она написала «Сломанный позвоночник, но не сломанная жизнь и душа». Сегодня про это она расскажет. Юля вообще удивительная девчонка. Красивая, целеустремленная, увлеченная, счастливая жена и мама. И вообще жизнелюбию Юли можно только позавидовать. Сразу расскажу про уже ставший традиционным для нашего канала конкурс. Он очень простой. Во-первых, вы должны быть подписаны на канал «Непринято обсуждать». Во-вторых, вы должны оставить комментарий, любой содержательный комментарий под этим интервью на YouTube с пометкой «Конкурс». Приз от нашего любимого партнера Центра лечебного голодания «Улутай», который находится на Алтае. Я вам рассказывала, я сама там уже была. Я никогда не посоветую того, что не проверила лично. Сегодня в качестве приза такой алтайский привет. Набор уходовой косметики от Центра лечебного голодания «Улутай». Участвуйте. Юлечка, привет! Привет, Оль. Спасибо большое, что ты нашла время и решимость поучаствовать в моем интервью. Ты знаешь, должна сразу с небольшого признания начать. Возможно, если была другая героиня, я бы предложила на время интервью пересесть в обычное кресло, такое же, как у меня. Относительно тебя мне эта мысль даже в голову не пришла, потому что мы уже с тобой виделись и общались. И мне показалось, что коляска тебя не смущает. Не смущает. Я уже привыкла. Главное, что я приняла себя такой, какая я есть. Да, я не могу ходить, но коляска – это мои ноги. И это как модный аксессуар, как сумочка у девушки. Ну, собственно, меня она тем более не смущает. Поэтому, если ты не возражаешь, мне кажется, важно поговорить про нее в том числе. Ну, попробуем не дать ей оказаться все-таки в самом центре нашего внимания и повествования. И прежде чем расскажем твою историю, которая, знаешь, мне кажется, с одной стороны, конечно, драматичная, а с другой стороны, очень красивая. Я хочу задать тебе вопрос, который может показаться, ну, может быть, там, жестким, что ли. Но в нем нет совсем жесткости. Подоплека в нем только там восхищение твоей силой. Уже семь лет ты, получается, в кресле. Да. Можно ли к этому привыкнуть? И привыкла ли ты? И бывают ли, может быть, до сих пор такие моменты, знаешь, вот, когда утром ты первые секунды пробуждаешься и на какую-то долю мгновения забываешь о том, что оно у тебя есть, тебе кажется, что ты сейчас встанешь и пойдешь. Можно ли привыкнуть? Ну, привыкнуть в любом случае придется. Первое время мне очень тяжело было свыкнуться с этим. И мне снилось, что это вообще сон, что это не со мной. Я просыпалась вдохновленная, что ура, я сейчас вот, все, это сон, я сейчас встану и пойду. Ну, нет. Это было, конечно, больно, тяжело. Я прошла несколько стадий принятия себя. И когда вот я окончательно себя приняла, я уже к этому стала относиться просто. То есть я ее не замечаю. Теперь я хочу, чтобы мы рассказали твою историю. В начале этой истории каждый человек может узнать себя. Это было 7 лет назад, и вы с друзьями поехали в Таиланд встречать Новый год. То есть вы еще с твоим бывшим супругом только поженились, полгода как женаты. Вы молодые, красивые. Счастливые. Счастливые. Вы поехали тусануть как следует. Закончилось все совершенно по-иному. Была автомобильная авария. Я, наверное, не слукавлюсь, а скажу, что разделила жизнь твою на до и после. Да, это так. Никакого лукавства. Все произошло 27 декабря 2011 года. Буквально за несколько дней до Нового года. Мы компанией возвращались домой после интересной экскурсии на мопедах. Ехало три мопеда. И навстречу выехал пикап и снес первый мопед. Ну, ребята, конечно, пострадали, но не так сильно, как я. Нашему мопеду досталось больше всего. Я не помню, как это произошло. Я только могла представлять уже потом, что произошло. Но когда я пришла в себя, то есть я буквально ненадолго отключилась, я поняла, что что-то ужасное случилось. Я тогда даже не подозревала, что я сломала позвоночник. Я поняла, что я не чувствую ног. У меня ужасная боль, и я не могу пошевелить ногами. Я их не чувствую. Я ждала, чтобы меня быстрее обезболили, потому что это очень больно было. А дальше уже ждать прогнозы врачей, что они скажут. Мой муж, бывший муж, он тоже пострадал, да. Но, слава богу, что не так серьезно, как я. То есть, на самом деле, у вас пострадало шестеро, по-моему, да? Но у тебя самая серьезная травма была. И Новый год ты встретила уже... На больничной, да, койке, в палате реанимации. Но я была в сознании, то есть я осознавала, что произошло. Я даже набралась сил и позвонила маме, потому что нужно было до Нового года ей сообщить об этом. Наверное, в первый момент кажется, что все не так серьезно, что, может быть, еще ситуация исправится. Да, все об этом думали. Я тоже думала, что я до конца не могла поверить. Я думала, ну, полгода там, ну, год, и все, я встану и пойду. Но нет, достаточно серьезная травма, и уже без каких-либо... Ну, надежда, конечно, всегда есть. Она и до сих пор во мне существует. А вдруг где-то что-то придумают, и я пойду. У меня был такой вопрос, да, я хотела его в конце задать. Но раз мы заговорили, надежда есть до сих пор у тебя? Да, да. В начале моей реабилитации, когда вот пришла операция, ко мне уже в палату приходили заниматься, со мной реабилитировать. Я задала вопрос доктору. Скажите, это надолго? Ну, сколько там, пару месяцев? Ну, он так улыбнулся. Ну, немножко подольше. Я говорю, может быть, полгода? Наверное, еще подольше. Я говорю, ну, год, да? Ну, год так вот. Думаю, ну, год, ладно, я потерплю. Ради такого стоит потерпеть. И он мне ответил, шанс есть у всех. Занимайся. Ты не сдавайся. Занимайся. И вот это самое правильное, что он сказал. Потому что, когда я вернулась в Россию, встретилась с нашими врачами, мне ответили, вот радуйся, что ты сидишь вообще в коляске. Весь твой удел. После этой фразы многие, мне кажется, сдались бы. А если бы сказали, шанс есть у каждого, человек это воспринял бы по-другому. Я считаю, что в силу своего характера, достаточно сильного, я просто отбросила эти слова врача из России. И ответила ему в конце, что я еще к вам приду на своих двоих. Я вам еще докажу, что я могу. Прийти, может быть, пока я не приду, но то, что я самостоятельно живу, и у меня есть семья, это уже самое лучшее, что есть. Поскольку я общалась с ребятами, которые тоже попали в такую же ситуацию, никакие психологи, никто с тобой особо не работает. Вот ты сломал позвоночник, тебе сделали операцию, выписали домой, и все. И больше ты не знаешь, что дальше делать. Ты сам ищешь информацию. Тебе повезет, если ты попадешь в какой-то хороший центр, в хорошую больницу, где встретятся инструкторы грамотные, которые будут с тобой заниматься, и подскажут, что делать дальше. В той же тайской больнице, прежде чем меня выписать из больницы, со мной общался психолог. И эта беседа длилась часа полтора, наверное. Мне задавали очень много вопросов. Я была спокойна, отвечая на них. После чего, конечно же, сказали, да, она, в общем-то, приняла. И тут, мне кажется, выходит на первый план поддержка, наверное, тех людей, которые рядом, близких. Я очень боялась, на самом деле, вернуться в Россию и встретиться с друзьями. Очень многие друзья поддерживали меня, когда я еще там находилась. Они звонили мне по скайпу, по телефону. Ну, они видели мое лицо, но они не видели меня в коляске. И это как-то еще меня успокаивало. Ну, потому что по скайпу-то выглядишь одинаково, на самом деле. Да, я как была такая же веселая, так же и старалась после травмы такой же быть. Не показывать виды, что мне больно, плохо, что я вообще потеряна, и не знаю, что дальше делать. Достаточно много друзей приходило ко мне после того, как я приехала. И больше всего я боялась увидеть на их лицах жалость. Вот это самое, пожалуй, обидное и такое жестокое, когда человек смотрит на тебя, а в глазах жалость. Ой, ты бедненькая. Я старалась от таких людей отгораживаться. Я говорила об этом, если они не понимают, я просто старалась с ними больше не общаться. Потому что не надо меня жалеть. Да, у меня такое случилось. Но я жива. Самое главное, что я осталась жива. Я с этим справлюсь. И я буду выкарабкиваться из этого. Это мое. Но не надо жалеть. Лучше поддержите. Да, такой человек был. К счастью, что это один человек. Я с ним больше не общаюсь. Я, говорит, видел тебя всегда такую веселую. Мы там тусили в клубах с тобой. Всю ночь гуляли, веселились. А сейчас ты на коляске. Я не могу для себя это принять. Конечно, мне это было обидно услышать. Но, с другой стороны, насильно мил не будешь. Это радует, что все-таки, да, есть друзья, которые до сих пор меня поддерживают в этой ситуации. Я знаю этот важный аспект вообще истории. И поэтому я про него спрошу. По поводу твоего мужа. Бывшего теперь уже. Мы на отдыхе были вместе. Попали в аварию вместе. Но у него были, слава богу, как ты сказала, хорошо, что так произошло. Значительно более легкие травмы. И понятно, что у него тоже был стресс для любого человека. Вот была молодая, красивая, длинноногая жена, с которой только-только полгода, как мы зарегистрировали отношения, до этого, там, три с половиной года любви, страсти, ухаживаний, приключений и тому подобное. И сейчас ситуация изменилась. И он захотел с тобой расстаться. Да, да, к сожалению, получилось так. Не скрою. Я понимала, что, оказавшись в коляске, мало кого может заинтересовать такой человек. Это куча неудобств. Это, ну, это все равно кому-то может показаться некрасиво. Даже я поняла, что мое тело изменилось. У меня после травмы очень сильно похудели ноги. Потому что движения нет, естественно, мышцы ссыхаются. А мужчины любят глазами. Мужчины же любят, чтобы женщина рядом с ним была красивая, статная, длинноногая. Он меня поддерживал сколько мог. Но мои постоянные реабилитации, они нас отдаляли. Но мне нужен был этот год. Мне нужно было как можно быстрее восстановиться и вернуться домой, в семью. А муж, к сожалению, не выдержал, это бывший муж. Он уже не... Десять месяцев он где-то, да, продержался? Да, да. Он, конечно, поддерживал меня и финансово, помогал, что нужно, там, какие-то тренажеры, занятия, тренировки. Все, это он зарабатывал, оплачивал. За это я ему очень благодарна тоже. Вы сейчас не отчаетесь? К сожалению, нет. Мы почему-то, мы расстались не очень хорошо. Хотя я считаю, что это было предательство. Простила? Да, я простила. Отпустила. Но не сразу. Было, конечно, тяжело. Потому что это был единственный человек, который меня поддерживал. Он мои силы. И в один прекрасный момент их просто не стало. Я очень рада, что в этот момент оказались друзья рядом. И мои родные, которые видели все мои слезы. Развод, ну, значит, развод. Вот. Они терпели меня. Я занималась через слезы. Но, тем не менее, я все равно, я поставила цель, я к ней шла. Быть самостоятельной. Я решила, что самое важное, это как можно быстрее встать на ноги в плане самообслуживания. Чтобы я как можно меньше от кого-то зависела. И, естественно, хотелось быстрее съехать про 10 лет. Маме с папой спасибо, но оказаться снова с ними в одной семье, это достаточно тяжело. Когда ты уже столько лет живешь отдельно, когда у тебя своя семья. Ну, и плюс то, что дом все равно был не совсем доступен для меня. А это тоже играло огромную роль. Вот эта потеря, это предательство близкого человека, которого ты любишь. И он тебя вот только что любил. Вот отмотать несколько месяцев назад он тебя любил, прям на руках носил в прямом смысле. И сейчас он говорит, слушай, извини, я не могу, я не на это рассчитывала и так далее. Я знаю, что болезненное расставание, это когда кажется, что из тебя вынули внутренности, бросили вот так вот, и по ним прошли еще и ушли, захлопнув дверь. Это страшно, больно. А если ты вдруг накануне сломал позвоночник, я не могу представить, сколько ты плакала. Ты задавал себе вот эти вот вопросы. За что? Почему я? Да, это были самые первые, ключевые и самые долгие вопросы. Почему я? За что мне это? Но когда ты начинаешь думать, почему же все-таки это произошло, ты понимаешь, что сверху было так написано. Это должно было произойти. И слава Богу, что это произошло, и я осталась нормальным человеком, что у меня не травма головы. Что я испытала? Конечно же, страх. Мне было страшно, что я достаточно молодая, но тем не менее мне было за 30. Я одна остаюсь, и я еще на коляске. Вот если молодые девушки, которые ходят, не могут себе найти пару, то что уж говорить обо мне? Ну, хорошо, да. Я уже смирилась, что я сломала позвоночник, я буду заниматься, я все равно что-то добьюсь. Но вот сейчас я одна, и с этим тоже надо что-то делать. Я очень много плакала, да, было больно. Я не могла спать, я не могла есть. И в какой-то момент я просто взяла себя в руки, поняла, что если я не буду выполнять вот эти условия, есть, нормально спать, у меня не будет сил для реабилитации. И через слезы, через боль, все это, я все-таки вырвалась. Я уехала на реабилитацию в Крым на 4 месяца. Все-таки тут еще помог мой бывший супруг финансовой поддержкой, и помогли друзья. И в этот раз я решила, что вот в Крым я поеду одна. Шаг к моей самостоятельности. Юлька, ты потрясающий, конечно. Я тебя слушаю вообще, у меня волосы, на самом деле, на голове шевелятся. Скажи по-честному, ты вот смотришь на людей иногда, и в разговорах с подругами кто-то может на что-то жаловаться, тебе не хочется иногда вот такой стукнуть по лбу и сказать, что вы просто вообще не понимаете, что такое проблема в жизни? Бесят такие люди, по-честному, нет? Нет, пусть она для меня незначительна, но для него это действительно проблема. И мне, наоборот, хотелось всегда выслушать, ну, друзья всегда ко мне приходили за советом, высказаться, послушать, что я об этом думаю. Есть у меня подозрение, что они продолжают так делать. Бывает, бывает. И я всегда как бы рада оказаться подушкой в нужное время, в нужном месте. Сейчас мы перейдем к замечательной части про то, как ты встретила свою большую любовь нынешнего своего супруга Костя. Поездка в Крым, я так считаю, была для тебя судьбоносной. Да, несмотря на то, что я решила. Личная жизнь, конечно, нужна и важна, но стоит от этого отойти. Просто вот отпустить ситуацию, как говорится. Ну, не зацикливаться сейчас. Да, да. То есть не выискивать там потенциально, о, вот это мой муж будет. Я полностью ушла в занятия. Я познакомилась с ребятами. Там очень много молодых ребят на колясках. Там прямо целая жизнь колясочников. И когда в первый раз мы поехали на экскурсию, а затем и в ночной клуб на танцы, я поняла, что жизнь-то есть, что не нужно закрываться, не нужно носить там спортивную одежду, которая более-менее тебе там удобна. Нет, в первую очередь ты как бы девушка, ты должна шикарно выглядеть. Наряжаться. Всегда, да, независимо от того, что на коляске ты или нет. И вот это открытие для меня было основополагающим, что вот классно. Жизнь есть. Я отдыхаю, я занимаюсь, я купаюсь. Первый раз искупалась в море после травмы. Это такое невероятное чувство было. Это прямо вот чувство свободы. Я не чувствую ног, но я прямо вот представляла, как море лыскает мои ноги, там пальчики. Чудесно просто. И однажды в общей компании я увидела замечательного молодого человека. Но он мне показался такой симпатичный. Да он правда симпатичный, я видела. Он симпатичный, он высокий, он худой. Собственно, как я все и люблю. Тут наши вкусы совпадают. Вот. Мы были в одной компании, у нас какой-то праздник был, мы поужинали, и потом в этот же вечер мы даже поцеловались с ним. Нет, я как бы не разгульная такая девушка, не легкого поведения. Да ну прямо, господи, когда за 30 можно в первый вечер и поцеловаться. Да, я думаю, что здесь ничего страшного. Это наоборот даже было чудесно. Но это получается, это вот искра, вспышка, это любовь с первого взгляда? Да, я обратила на него внимание, потому что из всех остальных он очень выделялся. Да, мы оказались в одном кафе. Собственно, после этого начались небольшие встречи, мы практически каждый день проводили вместе. Он меня встречал, провожал, подарил даже цветы. И я наконец-то испытала вот те чувства, я еще не влюбилась, но у меня появилась такая симпатия, сильная симпатия к этому человеку. Я начала скучать по нему, если его долго нет. Это чудесно, прям, да, у меня как мурашки по коже бежали, что быстрее, быстрее. Вот какие-то песни там, что связаны с ним. Я ехала на реабилитацию, слушала их. И у меня прямо сердце из груди. И я хотела быстрее отзаниматься и вернуться домой, чтобы снова с ним увидеться, встретиться. Так у нас прошел романтический месяц. А потом мне пришлось уезжать. Костя, на самом деле, он из Смоленска. Тебе нужно было возвращаться в Екатеринбург. Познакомились вы в Крыму на реабилитации. Здесь уже серьезный выбор. То есть либо тебе к нему переезжать, либо ему к тебе переезжать, либо все. Это был прекрасный романтический месяц. Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, но, наверное, не судьба. Давай продолжать общение по скайпу или еще какие-то другие полумеры и решения, которые, как я поняла, тебе вообще по жизни не подходят. Я не хотела, чтобы это заканчивалось. Я понимала, что я готова попробовать новые отношения. И возвращаться в Смоленск ему, мне кажется, тоже не особо хотелось, потому что доступности дома нет. Особо никуда не выйти. То есть он, в основном, он сидел дома. Возвращаешься в свой замкнутый мир? Да, и все, и сидишь. В интернет? Да, да, да. Вот, собственно, и все развлечения. Мы не сказали нашим зрителям, что Костя тоже на коляске. Да. На самом деле, да, из разговора как бы не следует. И это еще один серьезнейший фактор, который сдерживающим мог оказаться. Да. А мог оказаться, наоборот, как в вашем случае, стимулом. Он, наоборот, да, нас притянул. Сложно было решиться ему на переезд? Как вообще это произошло? То есть вот он такой в Крыму, он что-то звонит домой и говорит, извините, я не приеду, я поехал за любимой в Екатеринбург? Нужно было, да, как-то вот решить этот вопрос. Я предложила приехать все-таки в Екатеринбург, попробовать пожить вместе. Решили, что нужно будет снять квартиру в академическом. Это, ну, в нашем городе это единственный такой доступный район, где без проблем ты заедешь, выйдешь и сходишь в магазин и в аптеку и хоть куда. Да даже просто ты можешь выйти прогуляться там в аллее. Он позвонил маме, рассказал, показал мои фотографии. И я думаю, что мама, она, наверное, как-то готова была к этому, она очень легко его отпустила. Ну, получается, до встречи с тобой все-таки его жизнь была другой, и это было все равно вот такое ограниченное существование в пределах одной квартиры в городе, который не так приспособлен для продвижения на коляске. У нас же, по сути, тоже не все люди с ограниченными физическими возможностями могут выйти из дома. О чем говорить про Смоленск? Поэтому я думаю, что замечательно, что его отпустили сюда, в новую жизнь. Он приехал сюда и уже больше не уехал. Он остался, да. То есть мама, наверное, думаю, поняла, что он погостит и останется. А потом произошло чудо. Я очень хотела ребенка, я об этом думала. Костя тоже об этом говорил. Он моложе меня. Я думаю, что где-то в душе он тоже, наверное, этого желал. Но для меня это было важнее. Все-таки мой биологический возраст, часы, как говорят, тикают. Собственно, и до травмы у меня это желание было очень сильным. Но не получилось. И, наверное, это к лучшему. Мы хотели пройти обследование, подготовиться, понять, что у нас все замечательно. Тем более, что до этого я посещала врача, где мне сказали, все отлично, все в норме, можно действовать. Да. Единственное, что это будет кесарево сечение. Ну, что я сказала, господи, это же вообще такая мелочь, такой пустяк. Главное, что я могу. И мы не успели пройти это обследование. Все получилось как-то случайно. Все, как у всех людей получается. Мы хотели подготовиться, но Алиса с вами случилось. Да. Она решила, что нет, я приду пораньше. Я представляла много раз себе этот момент. Как это? Вот я там сделала тест. О, боже, господи, как чудесно. Я стану мамой. Все. А когда это произошло, я была полной растерянности. И я думала, что дальше делать? Как вообще? Как? Мы оба на колясках. Как что? Я говорю, господи, Юля, успокойся. Успокойся. Вот по мере поступления проблем вот и будем их решать. Я говорю, и что мы с этим будем делать? Ну что? Рожать? Мне показалось на тот момент, что он даже более радостно воспринял, наверное, эту новость, чем я. Мама у Кости очень обрадовалась, заплакала. Тем более, он единственный ребенок. У меня есть и брат, и сестра, и у брата уже есть ребенок. Поэтому моя мама, наверное, немного попроще это восприняла. Когда мы приехали к ней на ужин, сказали, что вот у нас будет ребенок, я беременна. она, ну, молодцы, рожай. Я говорю, ладно. Ладно, молодцы, Ну, что, одобрение получилось. А потом уже, когда мы уехали, она заплакала, потому что она понимала, насколько это важно для меня быть мамой, и насколько важно для нее, что я первый ее ребенок, и вот у меня тоже будет ребенок. И она, да, она заплакала. Если бы мы снимали кино про вашу историю, в этом месте, я думаю, плакали бы все, кто смотрел и слышал бы этот эпизод. Это, конечно, невероятно. Но вы же, можно сказать, знаменитая пара, потому что рождение года была номинация врачам, которые вас сопровождали. Расскажи, пожалуйста, про это. Ну, это, наверное, общая всех, получается, победа. Кто были твоими ангелами-хранителями? Ну, самый большой мой ангел-хранитель, конечно же, был Жилин Андрей Владимирович. Из областного перинатального центра. И врач Ольга Валерьевна Коровникова, я ее очень хорошо запомнила, это просто такой милейший человек. Она вот настолько добра, нежна, мила. И вот эта забота, она тоже сыграла свою роль. Потому что моя беременность прошла идеально. Меня кисарили, назначили день. Я максимально подготовилась, приехала подруга, привезла мне напоследок клубники, потому что гамбургеры, все то, что нельзя. Ну, в принципе, в последний день уже ничего не было. Да, 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 да. Потому что после уже этого нельзя будет. Все, мы с ней поели, мы с ней посмеялись, повспоминали, как она рожала. Все было здорово. В общем, классно провели вечер. Подготовку к кесарево сечению, да. И потом была Алиса. Был победоносный ваш выход, выезд, можно сказать, на сцену, когда вы с Костей, с Алисой выходили получать награду вместе с врачами, рождение года. Да, мне очень хотелось встретиться вновь со всеми врачами, кто принял активное участие во всем этом процессе, поблагодарить, всех поздравить и сказать, что они не испугались, все нормально. Мы тоже можем иметь детей. Главное, просто нам чуть-чуть побольше внимания. И все. Знаешь, я твой инстаграм, когда смотрела, вы ходите в кино, выходили только что на цирк Дюссалей, я знаю, что вы собираетесь на матчи чемпионата мира. Вот, прости за прямоту, но не все люди, у которых полноценные физические возможности ведут такую активную жизнь. Я думаю, что тебе это тоже известно. Это такое неотъемлемое свойство твоего характера, ты всегда была такая, или это все-таки некое противопоставление. Я смогу, я и туда пойду, и сюда пойду. Быть с мужем вместе, вне дома, это нужно, это полезно, ну, это классно. Менять обстановку нужно. Мы на колясках, ой-ой-ой, не хочу себя никому такую показывать. Нет, мы не закрыты, мы такие же, как все. На самом деле ситуация очень сильно меняется в городе. И отношение к колясочникам, ну, к людям с ограниченными физическими возможностями тоже, естественно, меняется. Очень многие готовы помочь. Большинство воспринимают тебя нормально. Конечно же, есть, да, отдельные личности, которые застряют на тебе внимание. Ну, опять же, в силу своего характера я могу достаточно дерзко ответить, что, ну, а что ты смотришь? Как у меня муж говорит, давай будем спрашивать, вам чем-то помочь? Ну, он смотрит, значит, что-то что-то хочется, да, что-то хочется. Я говорю, что большинство готовы помочь, вплоть до того, что, ну, я куда-то подъезжаю, мне нужно коляску достать. Могу абсолютно прохожего любого человека попросить. Ну, да, мы же еще не сказали, у вас есть машина, и Костя тоже в утилиторе работаешь? Да, Костя, Костин получил права уже после травмы. Он учился в Москве, там была специализированная школа, то есть с проживанием и соответствующая машина с ручным управлением. Да, и мы нашу машину тоже переоборудовали, установили ручное управление, и это было очень классно. Когда я впервые села за руль после травмы, я не боялась машин, я всегда любила водить, потому что водить машину и слушать свою любимую музыку, это вот, это вот моя жизнь, потому что это свобода, и вот, когда я снова села за руль, я вообще прям вот, я скакала, наверное, до потолка, и ты говоришь, иху, я еду, не все нам доступно, конечно, но вот выискиваем какие-то такие вот места, чтобы не выходя из машины можно было подъехать, например, какое-то, может быть, озеро красивое, живописное, или там башня, какая-то церковь. Ты много участвуешь в различных благотворительных образовательных проектах и так далее, рассказывая людям, как живут люди с ограниченными возможностями, ты была снегурочкой, на коляске выездили, на коляске выездили, пойдешь в домах, это вообще замечательный проект, благотворительный фонд «Дорогами добра» пригласил меня принять участие. Я, конечно, сомневалась, были страхи в плане, а как ребенок, ну, вообще, как люди отреагируют на коляску, мой-то, понятно, нормально, она без проблем, она ее и не замечает, а остальные люди как? А потом поняла, что дети, они спокойно к этому относятся, они это не видят, они видят сказку, вот как ты себя преподнесешь, ты снегурочка, все, ты зашла, устроила праздник, все, дети тебя обнимают, спасибо, ты такая классная, вот прям до слез было. Я, когда ехала домой, я хотела быстрее приехать к себе домой, обнять свою малышку, замечательная, конечно, акция была, и я надеюсь, что в этом году я еще раз, приму участие. Ну, получается, ты из тех людей, которые не живут только для, это тоже нормально, я сразу говорю, это нормальная и такая здравая, взвешенная позиция, жить для себя, для своего близкого, самого человека, любимого мужа, допустим, для своего ребенка, для своих родителей, для ближайшего круга друзей, но ведь этого тебе недостаточно, это, ты думаешь, что человек должен делать больше? Мне кажется, что каждый человек в этой жизни должен сделать что-то хорошее для другого человека, мне очень хочется помогать людям, которые оказались в такой же ситуации, я не учитель, я не хочу зарабатывать на этом, там, деньги, еще что-то, просто когда я оказалась в этой ситуации, я поняла, что у нас нет никакой вот психологической реабилитации, и мне бы, вот может быть, своим примером хотелось бы показать, что, ребят, не закрывайтесь, пожалуйста, проще всего, конечно, закрыться и сидеть, жалеть, но ничего не изменится, ничего, а нужно просто капельку желания и двигаться вперед, ты любишь модничать, ты любишь наряжаться, Костя тебя ревнует? Ну, он, собственно, тоже у меня, да, такой стильный, красивый мужчина, я тоже, как бы, вижу, девушки обращают внимание, и мне от этого радостно, что это мой муж, да, он замечательно выглядит, это хорошо, я думаю, что и его радует, что я выгляжу под стать, что мы оба такие молодые, прикольные и вместе. О чем ты Юлечка мечтаешь? Ну, все достаточно банально, я, на самом деле, я мечтаю, чтобы люди стали добрее, этого очень не хватает, я смотрю на ситуацию в городе, что происходит вообще в стране, я понимаю, что люди очень злые, дети очень злые, это пугает, и вот мне искренне хочется, чтобы люди действительно стали добрее, делали эту жизнь лучше, ну, и, конечно же, чтобы все были здоровы, это вот самое главное, вот на данный момент я именно этого всего желаю. А для себя тебе чего бы хотелось? Для себя, наверное, хотелось бы найти работу, если честно, да, я сейчас работаю, но это больше как увлечение, подработка, а хотелось бы найти работу вне дома, потому что хочется быть полезной и себе, и обществу, когда ты что-то делаешь, ты понимаешь, что ты занят, ты делаешь что-то хорошее, ты нужен, ты востребован, это очень важно, мне кажется, в нашей жизни быть востребованным, нужным. А слушай, я еще про деньги спрошу, если нет денег, то кажется, что ты просто обезоружен вообще перед этим миром, и деньги в вашей семье, это важнее, чем в любой другой семье, где нет двух колясок, как вы можете быть веселыми и счастливыми, не имея миллионов и находясь в такой там физической ситуации, прости, что я так открою нет, это абсолютно нормальный вопрос, но даже имея миллионы, ты все равно будешь испытывать такие же проблемы. Хорошо, когда они есть, хочется больше, ну пожалуйста, все в твоих силах, зарабатывай больше. Юля, ты потрясающая, вообще, конечно, настолько правильно все в твоей голове устроено, и это восхищает. Пожалуйста, я тебя прошу, оставайся такой, какая ты есть, позитивной, зажигательной, вдохновляющей. Спасибо, Оль. Я на самом деле хотела сказать спасибо, наверное, еще и всем моим друзьям, всем, кто меня окружает, потому что мои друзья, это тоже моя жизнь, и они дают мне и вдохновление, и силы, и поддерживают меня во всем, и моя семья, естественно, тоже. Мое окружение, оно тоже играет огромную роль, и я рада, что теперь ты тоже мой друг, это замечательно. У меня есть для тебя небольшой подарочек, я всегда с удовольствием говорю, что у нашего проекта нет спонсоров, у нас есть партнеры и друзья, это ювелирный дом Тулупов, и мы вместе с ними придумали украшение, которое существует только для героини нашей программы, это вот такая слезинка из розового кварца. Спасибо, спасибо огромное. Я обожаю рассказывать эти истории. Есть цветочная лавка, которая всегда готовит цветы для наших героиньев. Они никогда не делают это просто так, стараются угадать, сделать что-то, подстать самому человеку. Мне кажется, этот букет... не угадали. Очень красиво, роскошно. Этот букет отражает твою красоту, твою нежность, хрупкость, но в то же время он полон жизни. Он очень прекрасен. И мой сегодняшний день в профессии тоже прожит незря. Я уверена, что мы помогли. Я тоже на это надеюсь, Оля. Спасибо, что пригласила. Спасибо. Спасибо. Я была очень рада, что... Как всегда хочу от сердца поблагодарить нашу гостеприимную съемочную площадку бар Fireside в отеле Hyatt Regency Екатеринбург. Спасибо, что нас принимаете. А вам, дорогие, спасибо, что смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok